Паводок в области ожидают через две недели. Большая вода может захватить Куйбышевский и Красногринский районы Самары. Все меры, чтобы предотвратить подтопление, приняты. Из-за большого количества талой воды в усиленном режиме сейчас работают и очистные сооружения. В период паводка у нас идет усиленный контроль качества на всех этапах водоподготовки. Мы на некоторых насосно-фильтровальных станциях уже зарегистрировали превышение источника по бактериологическим показателям. В зависимости от этого меняется, корректируется технологический режим введения реагентов. По информации Роспотребнадзора, чаще всего жалобы на качество питьевой воды от жителей области поступают из Чапаевска, Новокуйбышевска, Кеныля и Красноармейского района. Специалисты выезжают на внеплановые проверки. На сегодняшний день ситуация стабильная. Значит, нас ничего пока не настораживает. В случае выявления правонарушений, какие-то будут изменения в каких-то объектах, будут применяться все санкции, какие от нас только зависят. Основные болевые точки на карте региона находятся в Красноармейском и Сергиевском районах, где идет масштабная реконструкция водопроводов. После завершения ремонта качественной водой будут обеспечены больше 40 тысяч человек. В одном районе это 17 тысяч и 12 населенных пунктов, плюс 3 района мы к нему еще будем подключать. В другом случае в Сергиевске это 30 тысяч людей и 10 населенных пунктов. То есть объем достаточно большой, серьезный. В целом сейчас качество питьевой воды в области опасений не вызывает. Все основные показатели в норме. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.